Альма-Матер Нашей Альма-Матер исполняется 50 лет. Ну что, хороший возраст. Даже для женщины в 50 все только начинается. Вообще, это возраст, когда ты уже вооружен знаниями, мудростью, способностями. И ты знаешь, как их использовать. Главное, что у тебя есть еще и энергия, и энтузиазм, и молодость, чтобы реализовывать свои мечты. Ну а для нашего родного колледжа, это вообще самый боевой возраст, Кемеровское художественное училище. Так оно называлось в мои студенческие годы, КХУ. Ведь мы поступали совсем молоденькими девчонками и мальчишками. Мне было тогда 17, но были и младшие, вот Леня Кочарин. Кстати, мы с ним встретились три года назад. Он приехал на мою персональную выставку в Новокузнецкий художественный музей. Как же я была рада его видеть. И я вспоминаю эти годы вообще с различными чувствами и эмоциями. От драматических до юмористических. Потому что тогда все только начиналось. Все было впервые. Ну, тогда мне было 17 лет. Пришлось уехать из Новокузнецка, из своей семьи. Это было так непривычно. Жить где-то в частном доме. Ну, то есть, надо было самой устраивать свою жизнь. А также и бороться со своими комплексами. Ну, в общем, действительно, пора испытаний. Но что не забудется, это, конечно, наша дружба. У меня были такие хорошие подруги. Ира Тихонова, Марина Чертогова ныне. Ира Герасименко. Мы были молоды. Жили, конечно, бедно. Но очень весело и дружно. Всегда какой-то был позитив. Несмотря на то, что учеба была, в общем-то, трудной. У нас, когда мы собирались, была всегда какая-то разрядка напряженности. Замечательно просто. Ну, насчет вот разрядки напряженности. Я сразу вспоминаю, когда после такой концентрированной работы над рисунком, над живописью наступала такая длинная пауза. Все шли вниз, там кто обедать. А некоторые играли в настольный теннис. Вот он стоял у нас на первом этаже. И наши корифеи всегда спускались туда. Ну, а корифеи – это, конечно, педагоги. Группа Артемьева. Саша Чумашвили, Женя Макеев, Серега Зинцов. Кстати, с ним мы еще и в Срогановке пять лет учились. И вот тут начинались вот эти вот турниры. Прямо с азартом все наблюдали за игрой. Все вставали играть по очереди. В моей мастерской тоже стоит теннисный стол. А вот сейчас, интересно, нынешние студенты тоже имеют возможность поиграть в теннис. Мы, конечно, всегда с завистью смотрели, заглядывали в группу Артемьева, когда там у них стояли мольберты с работами живописными. И удивлялись их технике. И вообще казалось, что группа очень талантливая. Просто талантливее нету. Ну а как забудешь вот эти вот наши пленэрные поездки? Поездка в Яйя-Бурике на пленэр. Тогда мы ездили с группой декораторов. Как-то нас так совместили. И вот я сейчас вспоминаю с таким счастливым чувством. Думаю, боже мой, мне все-таки повезло в жизни. Вот даже вот этот взять пленэр, когда после этой вот жары, там и насекомые тебя кусают, и ожоги от солнца получаешь. Но ты работаешь в захлеб, и даже уже не замечаешь этого. А вечером идешь к реке. Я помню вот это наше купание при Луне, совершенно нагишом, вот в этом вот парном молоке, можно сказать. Ночь была просто, ну, неописуемая. Кстати, о парном молоке. Ребята должны были каждый день ходить на молоканку и приносить, значит, молоко свежее, парное. И вот пока им давали такую большую флягу, и вот вдвоем крепкие парни должны были нести эту флягу. И вот пока они шли, пока она вот так вот болтыхается, внутри происходят метаморфозы. А когда они приносят, мы открываем, там уже просто сливки или сметана. Ну, конечно, такого я еще не видела. Все эти занятия наши и вот эта вот свобода, когда ты уходишь куда-то там, не знаю, и пишешь, и просто полностью поглощен вот этим слиянием с природой. Эти запахи. Я никогда не забуду сибирские запахи. Наверное, это самое чудесное. Ну, а какие были зимы, если рассказать одну историю, которую я называла «Огонь, вода и медные трубы». И вот я готовлюсь к экзамену. Села поближе к печке, затопила, конечно, ее, чтобы уже совсем не промерзнуть. Зимы были очень суровые. Незаметно для себя я уснула. А рукав от фуфайки, которой я укрывалась, попал как-то вот туда где-то к огню. И она на мне начала постепенно тлеть. И я проснулась от этого, от этой гари, от этого запаха. Сняла ее, конечно, побежала в сене, бросила. Этот еще запах никак не проходит. Но она почему-то вспыхнула от деревянного пола, ну, разгорелась. И потом слышу, сосед бежит. И, значит, ах ты такая, растакая. Пожар устроила в доме, пока хозяйки не было. Ну, в общем, я перепугалась. Эту фуфайку побежала в снег. Ну, надо было сразу в снег ее бросить. Больше не решалась эту печку даже топить. Ну, а потом и заморозились, трубы перемерзли, потому что мороз был просто нещадящий. И чтобы их как-то разморозить, надо было поливать кипятком. И, конечно, все заливалось. В общем, огонь, вода и медные трубы. Такая жизнь у студентов была тогда. Не знаю, как сейчас нынешние студенты, где живут и как живут, но, наверное, получше, чем жили мы. Но, что еще вспомнить? Ну, конечно, наши вечера, наши дискотеки. У меня вообще была, как бы, можно сказать, двойная жизнь. в училище. После уроков, когда так долго стоишь за рисунком, там, за живописью, стоешь страшно. И вот для разрядки это было так замечательно побежать в эту нашу маленькую музыкальную комнату, где мы репетировали обычно. Музицировали. Ну, у нас там было человек пять, наверное, в нашей группе. Юра Фатеев. В общем, ребята с разных отделений. Душой нашей компании музыкальной, конечно же, был Василий Трусов. И, ну, вот мы распевались там и на два голоса. Ну, в общем, если бы не это, мне казалось, что жизнь у меня в училище была неполноценной. И все-таки когда-то мне не хватало времени, чтобы закончить, ну, так, достойно закончить какие-то там курсовые рисунки, там, живопись. И мне было, в общем-то, особенно трудно работать над портретом, как мне казалось, вот над лицом, головой, вот эти, чтобы прописать там уши, глаза, нос, рот. У меня никогда не хватало терпения на вот эти мелкие детали. И вот надо же, «Ирония судьбы». Карма меня настигла в этой жизни, как говорится, когда я уже приехала в Голландию. Я стала портретистом. И мне, конечно, пришлось вспоминать, чему же меня пытался учить Александр Леонидович Абрамов. Он вел у нас все спецы, рисунок, живопись, композицию. И надо сказать, иногда было очень интересно, когда он приносил альбомы каких-нибудь художников. Мы все листали, он показывал, что-то рассказывал, делал какие-то замечания, открывал нам что-то новое. Но это, конечно, самое интересное, когда перед тобой открывается что-то новое. Принес он однажды большой такой альбом Сальвадора Дали. И вот помню, что после этого так долго все что-то обсуждали, спорили. И мне, конечно, Сальвадор Дали тоже показался глыбой какой-то. Потом уже я, конечно, будучи здесь в Европе, посетила его дом, посмотрела все, как говорится, все оригиналы. Для меня он остается одним из любопытных очень художников. Просматривая в интернете новости о колледже я иногда встречаю знакомые лица и всегда очень радуюсь. Вот, например, Сергей Тарханов сейчас преподает в колледже, а ведь были времена, когда мы очень как бы тесно общались, тем более, что вот у меня последний год так сложился, что я свой диплом делала на театральную тему и частенько бывала в группе у Марка Теодорча Ривина. И вот он меня очень много консультировал по поводу диплома. Мы с ним беседовали, эти беседы были, конечно, очень такими насыщенными. Казалось бы, немного сказано, но всегда очень веско и дающие большую пищу для ума. Так что я очень горжусь, что мне довелось с ним лично общаться. Даже мы помогали друг другу, заходили с одного отделения на другое, где-то кто-то кому-то помогал рисовать или писать. Было и такое, конечно. Вот такая была солидарность и дружба среди студентов различных отделений. Вообще такая атмосфера была очень теплая. Не знаю, это все было первым у нас. Первое такое вот серьезное обучение. Потом, конечно, многие пошли дальше учиться. Я в Срогуновку на Тексиль поступила тоже. Это была суровая школа жизни. Но вот эти первые студенческие годы, когда ты еще так молод, когда душа открыта всему новому, всему неизвестному. Это, конечно, никогда не забудется. Это как первая любовь. любовь. душа нег терпи в нег нет. В нег не не Продолжение следует...